В эфире РБК региональный выпуск новостей. Мы обещаем из отеля Краун-Класса Уфа. Меня зовут Максим Окунев. Здравствуйте. В Башкортостане 4% всех заболевших коронавирусом составляют вакцинированные жители республики. Об этом сообщил заместитель премьер-министра, министр здравоохранения Максим Забелин. При этом доля вакцинированных пациентов в инфекционных госпиталях региона с диагнозом COVID-19 не превышает 1%. По данным Республиканского Минздрава, привитые от коронавируса люди переносят заболевания исключительно в легкой или средней форме. В регионе ни один вакцинированный пациент не попадал в отделение интенсивной терапии или реанимации. Министр здравоохранения Максим Забелин отметил, что самой эффективной вакциной на территории России является спутник ВИ, которая на сегодняшний день привита более 800 тысяч жителей Башкортостана. Однако, чтобы закрыть потребности в медперсонале, в больницах и госпиталях временно закрыто большинство мобильных пунктов вакцинации. У нас закрыто более 20 мобильных пунктов вакцинации. В Уфе осталось это три. Основной пункт вакцинации у нас на конгресс-холле, который позволяет вакцинировать в сутки не менее чем полторы тысячи желающих наших граждан. Также у нас временно приограничены выезды на предприятия. Только по заявкам именно коллективным будет продолжена эта вакцинация. Это связано с тем, что действительно низкие темпы вакцинации. И нам необходимы сейчас наши силы, врачебно-сельственские бригады. По данным Оперштаба, на сегодняшний день завершили вакцинацию более 1 миллиона 193 тысяч человек. Напомню, для увеличения темпов. Власти республики ограничили с 4 октября посещение театров, музеев, кинотеатров, библиотек и массовых спортивных мероприятий без сертификата о вакцинации или справке о перенесенном в течение шести месяцев коронавирусе. С 12 октября те же правила распространяются на торговые центры, частные музеи, выставочные и концертные залы, междугородние автобусы и пригородный поезд «Орлан». С 18 октября на салоны красоты, фитнес-клубы, бассейны, рестораны и кафе с посадкой более 50 мест. В Башкортостане за последние 5 лет спрос на врачей вырос на 253%. К такому выводу пришли аналитики службы исследований HeadHunter.ru. С января по сентябрь этого года в регионе открыты около 3000 вакансий врачей. 63% из них подходят специалистам без опыта работы. В 24% вакансий требуется стаж от года до 3 лет. В 13% более 3 лет. Нужно системно принять социальную программу поддержки врачей, таких как анестезиологи, реаниматологи, неанатологи. Понимаете, это на сегодняшний день мы знаем, какой нехватка. Мы держимся пока на тех специалистов, которые предпенсионного возраста, которые душой они болеют за систему и работают. За 5 лет спрос на врачей в регионе вырос на 253%, а средние предлагаемые зарплаты на 54% с 36 тысяч рублей до 55 тысяч. Наиболее высокую заработную плату в республике сегодня предлагают врачу-стоматологу-ортодонту в клинике премиум-класса от 250 тысяч до 300 тысяч рублей в месяц на руки. В правительстве республики раскрыли подробности целевого назначения двух инфраструктурных кредитов на 14 миллиардов 800 миллионов рублей. Они пойдут на подготовку инвестпроектов в Уфе и Нефтекамске. Первый вице-премьер Рустам Муратов рассказал, что в Нефтекамске проведут реконструкцию изношенных очистных сооружений и построят главную канализационную насосную станцию, что позволит решить вопрос нехватки сточных мощностей для застройки. Сумма кредита на эти цели почти 3 миллиарда рублей. Реализация проекта позволит в дальнейшем привлечь более 72 миллиардов рублей частных инвестиций в жилищное строительство. В Уфе же планируется создать 5 объектов транспортной инфраструктуры почти на 9 миллиардов рублей, приобрести 77 автобусов большого класса на 1 миллиард рублей. Здесь, конечно, это все позволит снять вопросы с транспортной доступностью новых застраиваемых районов, а также строительство новой школы в микрорайоне Куньцовский-Затон, Уфы, на 2200 ученических мест. Данный проект предусматривает привлечение 385 миллиардов рублей частных инвестиций на строительство жилых объектов. Проблему собираемости взносов за капремонт обсудили на заседании правительства Республики Башкортостан. На сегодняшний день находятся в пятерке субъектов, страны имеющих наибольшую задолженность по оплате взносов по муниципальной собственности. Программа капремонт реализуется в регионе с 2014-го. Она включает чуть более 17 тысяч домов по уровню собираемости взносов на капремонт жителей многоквартирных домов с 2017 по 2020 годы. По данным Минстроя России, Башкортостан занимает третье место в ПФО и 12-е в стране. На сегодня собираемость взносов жителей составляет 93%. Не так оптимистично выглядит ситуация на объектах муниципальной собственности. Здесь собираемость составляет 85%. При этом 95% общей задолженности по республике принадлежит Уфе с долгом в 134 миллиона рублей. Андрей Назаров поручил предпринять городским властям необходимые меры по устранению этой задолженности. И в столице Башкортостана впервые запустили регулярные рейсы в Доминиканскую республику. Сегодня из аэропорта Уфа первые пассажиры отправились в город Ла-Романы. Осуществлять перелеты длительностью 13 часов будет авиакомпания Azurair на воздушных судах Boeing 777-300ER вместимостью более 550 посадочных мест. Авиасообщение будет выполняться по направлению Ла-Романа-Уфа-Ла-Романа один раз в 12 дней. Но кроме того, с 8 ноября авиакомпания Nordwings Airlines планирует начать полеты в Доминиканскую республику по другому направлению. Пунта-Кана, Уфа-Пунта-Кана. Рейсы будут выполняться также один раз в 12 дней, но уже на Boeing 777-200 вместимостью 440 человек. И на этом наш выпуск подошел к концу. Оставайтесь на РБК. Субтитры подогнал «Симон»